САМА СЕРТЕ Привет, дорогие зрители! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Ведьмак 3 Дикая Охота. Мы находимся у стен Новиграда Ну просто потому, что я слишком много уже сижу в этом городе Я соскучился по природе, тем более природа здесь крутая Ну на самом деле, я как бы просто по своим делам там ходил Ну да ладно, короче говоря, в предыдущей серии мы нашли Пресциллу Пресцилла это дама, в которую втюрился Лютик И на самом деле задела, потому что она очень хороша собой, умна Ну вообще, в принципе Ой, да вообще плевать, то есть Чуть не сказал, короче, ну поняли Ладно, мы идем Че хотел? А, он типа кричал просто, чтобы оскорбить меня Ну ладно, ну ладно Так, ладно, что-то я, короче, куда-то не туда бегу Нам с вами нужно бежать и, ну, к Сиге Ровину В общем, Лютик хотел ограбить какой-то В общем, организовал ограбление века И в итоге явно что-то пошло не так Теперь нам нужно пойти к Сиге Ровину Это один из, ну, короче, криминальной группировки Новиграда У них нужно будет прощупать почву насчет всего этого Поэтому, собственно, мы двигаемся вперед Я по-прежнему хочу новую броню собрать Но по-прежнему бронника я так и не нашел здесь А куда-то уйти я, что-то вот надбор между семьями как раз это сделать Кстати говоря Так, хорошо В принципе В принципе Мы уже почти пришли Не крутись тут Да ладно тебе Короче, на самом деле, Новиград, я от него подустал маленько Хочется именно природы Но всему свое время Потом Сейчас пока слишком интересные именно сюжетные задания Но про Лютик это Всегда там просто почитаешь Там реально офигеть Что происходит Так Ну, окей Есть здесь кто? Открывайте Чего ловишься? Бани закрытые Мне нужно встретиться с хозяином Я знаю, что он здесь Ну и что с того? Занят он Занят? Чем? Он принимает важных гостей В таком случае скажи ему, что пришел еще один важный гость Геральт из Ривии Я не уйду, пока не увижу его Ну хорошо, я попробую Прошу обойдать Нехорошо так посмеялся Обидно Пойдем 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 Можно раздеться Вещички ваши будут в безопасности Ну вот так я тебе и поверил Ну ладно, чё? Делать нечего, да? Нам нужно Нужно поговорить с этим человеком Ни-фиге Замечать Теги Ройвин ожидает в следующем зале Ого Белоголовый Красивое тело Тут тоже ничего Что-то Простите, я отвлекся Весело тут у вас Так, Евно М-да Спокойно, Тесак Ублюдок младший Выходит из игры Мой секретарь Все вам напишет Нет у тебя Секретаря А младшего Мы уберем Только когда Все будут за Ройвин Твой гость Похера ты его впустил Я хотел с ним поговорить Это Геральт из Ривии Рад снова тебя видеть А я, сука Один не в курсе Ты кто еще такой? Я ведьмак Ну что, проблемы с канализацией? Все под контролем Геральт мой давний знакомый Правда, вот У вас гости Кто-то вломился в бане Несколько людей Что этот провидец хренов несет? А, оружие нет Пожалуйста, не надо Твою мать, я как знал Оружие-то есть? Найдется О, палец Вы просили меня показать другие типы оружия Раньше не предоставлялось возможности Теперь посмотрите Я думаю, оно помедленнее просто будет Куда? Как же удовольствие Так, хорошо, давай Ничего не видел Слушай, неплох Мне нравится Раскроил нахрен просто Только что был так мил тут Хорошая работа Прошу прощения за инцидент Охрана подвела Я непременно сделаю из этого выводы Это люди-ублюдка Делай пока выводы из этого Не начинай, особенно при гостях Он пришел за минуту до нападения Случайность? Я так не думаю Пусть он сам все объяснит Да, что мне объяснять-то По сути Ты не представишь меня своим знакомым? Хорошо, здесь нет Гатпена Ох, он бы отругал меня за скверные манеры Франциско Бедлама ты знаешь Впрочем, кто не слышал об этом меценате И покровители мелких предпринимателей Краснолюд Это Карл Вореза По прозвищу Тесак Он больше по части развлечений Ну, как бы С Тесаком-то я ему дорожку уже перебежал Ну, когда с Хатори там было у нас дело, помните? Да ладно Я еще ублю Он, видимо, об этом не знает Интересно Чего ты от него хочешь? Татуха такая, офигеть Ублюдок младший поможет мне кое-кого найти За всю свою никчемную жизнь Ублюдок еще никому не помог А я его хорошенько попрошу Слышал, Тесак? Если бы ты не называл его модозвоном А просто хорошенько попросил Может, он и пришел бы навстречу Вашу мать, господа Ваш что, благодушие обуяло? Ублюдок хочет нас убить И сделает это рано или поздно Значит, мы должны убить его первыми Так что сидите тут И пускайте пузыри под водой А я пойду Вышлю молодцов по всем точкам ублюдка Пусть поднимут шухер И выкурят паршивца А ты Как там тебя? Если хочешь найти ублюдка Приходи ко мне Понял Ну, кстати говоря, на меня кидались Там уже несколько раз люди Ублюдка Поэтому он такой ублюдок просто Я хочу заполучить ублюдка И похоже, мне придется достать его раньше тесака У тесака так просто ничего не выйдет Младший умеет прятаться и отличается мужицкой смекалкой Что ж, мне пора Удачи в поисках, ведьмак Я загляну к тебе завтра, Францис Закончим разговор Так что, может, оденемся? Неблагая мысль А потом поговорим Приватно Здоровый, да? Как медведь-то Что было, то было Но хорошо встретить старого друга Благодаря которому я так часто принимаю в ванны Если благодаря мне ты становишься чище Значит, стоило тебе ломать эту ногу Представляешь, она скверно срослась Теперь я отмачиваю ее в горячей воде По крайней мере по шесть раз в день Иначе она гудит, как колокола в покляре на рассвете Так было нужно Если бы ты не переходил на дорогу Нога у тебя была бы цела Это он пипец, что был, на самом деле Клянусь, если бы я мог повернуть время вспять То вел бы себя на Танаде иначе Например, приказал бы моим людям тебя убить А не связывать Слушай, ты, Ровен Точнее, Дикстра Потому что у меня нет настроения играть в псевдонимы И разные шпионские игры Я пришел по конкретному делу Если хочешь меня выслушать, выслушай А если нет Избавь меня от своих блестящих реплик И просто вышвырни за дверь Да говори, мне не жалко Думаешь, Тесак найдет ублюдка? Может и найдет Только спалит при этом полгорода А это нам ни к чему Не связывайся с ним, действуй сам Что ты предлагаешь? Пройдись по всем местам в сфере влияния ублюдка Осмотрись Но только аккуратно Не вламывайся с полными штанами гнева Не круши, не убивай Понятно Так, хорошо Твои партнеры знают о твоем прошлом? Они знают, что на самом деле тебя зовут Сигизмунд Дикстра И что ты был главой Риданской разведки? Ну конечно знаю Если бы я вместе с Тесаком, Бедламом и ублюдком Построил мельницу и молол муку для окрестных крестьян Тогда бы мы были партнерами А то, что нам приходится договариваться Еще не делает из нас партнеров Знают ли они, кем я был? Бедлам наверняка Остальные, думаю, догадываются Мы это не обсуждаем У него приметная морда такая, когда его сразу вспоминаешь Почему ты, Бедлам, не хотите войны с ублюдком-младшим? Я всегда говорил королю Визимиру, что война никаких проблем не решает Она лишь порождает проблемы Которые затем приходится решать иными средствами За начинаниями ублюдка кто-то стоит Я не хочу его убивать, пока не пойму кто Может, действительно стоит поспрашивать в городе? Даже если младший сидит в укрытии, деньги-то ему приносят Ублюдок получает доходы главным образом от азартных игр Он контролирует самое большое казино в городе Помню иерарх Хемельфард Проиграл там когда-то перстень с рубином И такой разразился скандал Есть еще арена в городских подземельях Доход составок куда меньше, чем с казино Зато там всегда нужны охранники Еще можешь заглянуть в дом ублюдка Вряд ли ты застанешь его самого, но вдруг найдешь что-нибудь интересное Понятно Давай про все у него координаты возьмем Сначала дом, наверное Ты говорила, у ублюдка есть дом в городе Вполне солидная недвижимость Сразу за мостом на храмовый остров Только ублюдок не дурак, чтобы там отсиживаться Так где эта арена? В каналах Под золотым кварталом Но вход туда из кварталов бедноты В обрезках Ублюдок обожает добрую драку Думаю, он с радостью поглядит на ведьмака в действии Хм, неплохо Где находится казино? Недалеко от башен городской стражи Официально ублюдок не имеет с казино ничего общего Так что следи за тем, что говоришь Чтобы не вызывать подозрений Понял Я попробую найти ублюдка младшего в казино или на арене Пожалуй, все-таки поговорю с тесаком Делай что хочешь, только будь осторожен Ублюдок ждет ответного удара В этом я не сомневаюсь Спасибо за помощь, Дикстра Ну иди уже, ведьмак Ага Приметная внешность Если ублюдка так и не найдешь, возвращайся Я отлично знаю эту каналью Может что придумаю Хорошо Короче говоря, я мог вам про него рассказать Но если опять там какая-то неточность будет Вы же меня с потрохами съедите Я вас знаю Поэтому я просто сейчас вам в глоссарии про него почитаю Ты общаешься с Родовидом? Я вижу, шутки тебе удаются Нет Я с ним не общаюсь и надеюсь, что не буду Он не простил тебе заговора с Филиппой Эльхард? Родовид не прощает Никому и никогда А уж особенно чародейкам из ложи А что с Филиппой Эльхард? Есть какие-то новости? Только хорошие А именно? После того, как Родовид выколол ей глаза Она исчезла Если все сложилось к лучшему То она уже принимает земляные ванны Я думал, вы были близки Были А потом Филиппа подослала ко мне убийц От шпиона до преступника Интересный путь На самом деле это одно и то же Работа с информаторами Переговоры Подкупы Иногда заказные убийства Старые трюки Короче, как рыба в воде, да? Когда ты делал все это во имя идеи А сейчас? А сейчас я решил, что хватит служить идеологии Пора работать на себя И пока что у меня неплохо получается Слушай, может ты знаешь, что стало с Лютиком? То же, что с каждым, кто перейдет младшему дорогу То есть? Сидит в окружении гурий А они кормят его пирожками с соловьиными язычками И поят молодым вином Ну, Геральт, что с ним может быть? Лежит, должно быть, на дне Понтера Вместе с этой своей мандолиной Слютней По мне, так пусть себе там гниет Хоть с Валторной Понятно Началось Что с? Лютик тебе чем-то насолил? Само собой А в чем дело? Видишь ли Он тут выдал сонет Где во втором четверостише Парные рифмы вместо опоясанных Сам понимаешь Что у меня, как ценителя поэзии Это глубоко стремляет Я ему такого не прошу Ну ладно, хорошо Я серьезно А если серьезно То у меня нет времени Чтобы переживать за твоего друга бабника У меня своих бед хватает А ты мог бы мне помочь? В смысле? И тогда бы я, например, поспрашивал о Лютике Выяснил бы, что с ним стало Да ладно, давай, что случилось Может, ты помогу? В чем дело? В чем говорить, проще показать Образ стоит тысячи слов и так далее И ты, разумеется, понимаешь Если ты разболтаешь про то, что видел Заработаешь перо под ребро Ясное дело Замечательно Последняя просьба Точнее, рекомендация Не вынимай меча из ножен, покуда я не скажу Мне плохо Прошу следовать за мной Как он по лестнице спускается вообще? Любопытно Так вот Короче говоря По поводу персонажей Да, я могу ошибаться Ну, что поделать Во-первых, я книги читал, как я уже говорил Сто лет назад То есть, реально Люди там говорят Как ты вот мог этого не узнать? Легко Сто лет назад читал Я уже не помню ничего Но я помню общую сюжетную канву Во-вторых, игры я играл Первую часть Хрен знает когда Вторую часть Как минимум Года 4 назад Наверное, лет 5 Я тоже плохо помню Учитывая, в какое количество игр Мне приходится играть Это неудивительно Поэтому Если какие-то задроты Которые идеально знают вселенную И реально недовольны тем, что Ну, реально По-другому Кроме как задротов не назовешь То есть, те люди Которым вот это вот важно И которых реально это коробит И они вот прям мне пишут Там с оскорблениями Что вот, ты не знаешь Вот этого как ты можешь Люди, будьте проще Это же реально вас не красит Вы себя выставляете дебилами Ладно Так Чё-то меня, короче, не знаю Не туда понесло, извините Дикстер Человек, скрывавшийся под именем Сиги Ройвина Оказался на самом деле Сигизмунтом Дикстером Бывший главой Риданской разведки С коим и я, и Геральт Не раз сталкивались в прошлом Он попал в немилость Королю Родовиду И вот уже много лет О нем ничего не было слышно До времена, о которых идет речь Он наконец-то вышел из тени Но не вернулся в высокую политику А погрузился на самое дно преступного мира И вскоре стал одним из его главарей В глубине души Дикстера По-своему уважал Геральта Хотя даже воспоминания Об их последней встрече Вызывало у него гримасу боли Они столкнулись во время бунтов В Танедде И положение тогда оказалось безвыходным Пока Геральт не нашел выход Попросту сломав Диксте ногу О похождениях этого шпиона Можно написать захватывающую приключенческую повесть Пав жертвой интриг Филиппы Эйрхард Он был вынужден сломя голову Бежать из Редании Дабы вовсе не лишиться Главы от рук наемных убийц Какое-то время скрывался он В дальних землях Но все-таки решил вернуться В вольный город Новиград Собственно вот такой Вот это у нас персонаж А мы тем временем Наверное Проследуем Слушай, это у нас получается Как дополнительное задание Наверное, какое-нибудь, нет? Что-то даже не знаю Ну то есть я имею ввиду, что Ладно, это у нас Непокойство, похоже Он нас позвал Поэтому просто Да, Геральт, что ты делаешь? Ну, мы же так убьемся Геральт, Геральт Времена ему резко Смес срывается Не прикольно От кого-то там звуки такие Какие-то нехорошие звуки Вроде как пахнет Утопцем Да, офигеть Тролль? Я плохой Из-за меня усоединяются Мны От того, что ты бьешься Головой о стену Ничего не изменится Барт болит Барт меньше думать Меньше думать Меньше грустный тролль откуда ты вытащил этого тролля из зериканий я выиграл его в карты у торговца верблюдами шутки у тебя одна лучше другой ты видишь чтобы я улыбался и абсолютно серьезен барт стерег горбатых ханей там жарко а сиди забрал барта сиди добрый там жарко ну-ка я посмотрю сколько 41 градус в комнате и я вижу что смотрю плавится лично ладишь и зачем ты меня привел видишь дыру мы к ней еще вернемся за этой дверью сокровищница до недавнего времени полная новоградских крон и других драгоценностей я стерег но поле лобом и нету шамны переводе на человеческий кто-то свистнул у меня почти 20 тонн золота не считая мелочи а ты поможешь мне их отыскать тонну беру себе чему ты сам этим не займешься у тебя вроде есть знакомства в местном преступном мире зачем тебе еще и ведьмать видишь ли эти деньги принадлежали не только мне скажем я содержу некий банк общак держишь окей понятно проблемы нам я не хочу чтобы вести о моих проблемах разошлись по городу именно поэтому мне нужна помощь со стороны откуда уверенность что мне можно доверять нет у меня такой уверенности я рассчитываю на твой инстинкт самосохранения потому что если ты меня подведешь я тебя убью и скормлю пар ну я сам сюда влез я сам стал свидетелем этой тайны поэтому чушь теперь ладно хорошо я тебе помогу не вижу энтузиазма это все из-за ведьмачьих мутаций нас же лишают эмоций иначе я бы прыгал от счастья ладно мне надо осмотреться но сперва у меня есть пара вопросов я весь внимание кто-то видел что произошло кроме барта нет об этой сокровищнице знали только совладельцы казны но и воры в день нападения в самих банях ничего подозрительного не случилось гопен клялся что все было спокойно постоянные посетители никаких аксессов грёбаная идиллия а сколько все это добро стоило так более-менее а что хочешь прикинуть премиальные не надейся я тебя слишком хорошо знаю я просто хочу понять что ищу три ящика нильтгарских флоринов сундук изумрудов рубинов и топазов серебряные канделябры и блюда долго перечислять все это где был вообще я так понимаю воры пролезли через дыру у тебя за спиной рад твоей сообразительности о чем еще спросишь какой нынче год как зовут короля оридании нет но мне например непонятно как это дыра тут появилась и он не было а потом и было бар хотел увидеть но не увидите спать потому что злые грибы то есть какие еще злые грибы плесень попса и и споры настолько ядовиты что всего пара вдохов и тебе конец только тролль может быть продержится барс тролль может быть я не тебе говорю баран о чем бишь я ах да плесень так вот в каналах за сокровищницы и и очень много я думал это будет дополнительной защитой но воры и и как-то обошли ты видел их бард как бард вышел из дыры смотреть чтобы вдохнул гриб ты заснул и нету шамны ладно 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 не расстраивайся взрыв поясни взрыв я поясню взрыв разнес стену отделяющую каналы от сокровищницы я вижу ты отлично находишь общий язык с троллем у меня большой опыт я всю жизнь работаю с идиотами и пробовал пойти по следу воров разумеется взял одного бугая фонса он так туп что вопросов не задавал приняли мы с ним по антидоту против попса и пошли в стоки а минутой позже я вернулся один что случилось парень стал страшно рыгать так что эхо шло говорю ему фонс перестань ты все-таки в обществе графа бывшего но все-таки а потом он блеванул и остался без антидота я пытался его вытащить но услышал это кайбур конья и что-то вылезло из воды что-то я ценю жизни своих людей но свою еще больше так что бросил я фонса и рванул к выходу понял интересно что это было можешь описать это что-то которое вышло из воды нет каналах полно разной дряни там ничего не разглядишь но что-то ты наверняка заметил нет не заметил и не провел предварительного таксономического анализа я драпал со всех но понятно ну ладно смотреть надо вовсе рассмотреться в каналах если тебя еще антидот против попса до пара ампул и формула на всякий случай отвратительная бурда откровенно говоря но работает прошу спасибо не за что буквально если ты тут задохнешься мне от тебя пользы не будет пойду-ка я наверх а то как взгляну на пустую сокровищницу сердце ноет но удачи лады это обещает быть интересным так осмотреть место ограбления спокойно нам пригодится спокойно бард есть минутка минутка у барды нет минутки есть камни хочешь в смысле я хотел поговорить в смысле где это еще раз давай поговорим тебя Сиги любит давай да почему ты любишь Сиги Сиги добрый Сиги заботится и запер тебя одного под землей тебе не скучно делать тебе здесь нечего бард когда нечего и делать он думает много да о чем о чем можно узнать камни 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 интересно эх ладно что-нибудь подозрительное видел перед кражей было что-то подозрительное пода пода что что-нибудь другое ты мог что-то увидеть почуять услышать да да бард слышал такое на шипение а что это было за шипение как у змеи как что шипящий камень ладно откуда откуда было слышно шипение бард слышал и где бар то нужно делать кучу понял ладно поговорим о чем-нибудь еще борту теперь чего ладно тогда спасибо за помощь бывай чего там где твой нужно давай посмотрим так хочу у нас тут так пустая бутылка не очень нужно пригодится нет так что же стимирий я вам сейчас покажу те кому действительно интересно почитают на паузе на вот собственно такие дела не в принципе можно выбросить так хорошо где-то твой туалет не спасибо не надо на это пригодится это отсюда шипение был я даже знать в принципе не хочу надо ладно держит и носишься так ну ка так и думал так хорошо допустим будет так спокойнее улучшенное масло против трупа это суперски тогда вообще посмотрим что у нас там плохими так это не то что нам нужно улучшенное масло отлично хорошо плюс 25 сил атаки против трупоедов супер так но я не понял пока что где противоядие то есть о антидот так но у меня в принципе подожди чего не хватает ласточка чемелец а возьмем все чем бы не так и сюда мы поставим видимо видимо сюда она уже сюда поставилась я нам не мог создать потому что у меня уже есть три ну то есть по максимуму за это так хорошо да попробуем это выглядит интересно я сейчас туда зайду у меня жизнь начнут тратиться да так подожди уроки фехтования это не то этим я зовусь потом там похоже у нас будет какие-то неплохие дела так это не то это не то не то дождя где получается моё не знаю вы представляете как это реально вот она как это реально такой жаре сложно играть еще и записывать и офигею и выше бойцы попок решетка из трубы взрыв смелую как картонка по краям остались следы раствора то есть до взрыва ее не снимали я вырвала истинный удар ну допустим так дверь закрыта окей подожди а вот эту штуку меня интересует края трубы выгнуты наружу что-то разворотило ее изнутри заодно вырвало кусок стены похоже тут сходятся все сточные трубы из бани следов магии не чувствуется значит это была бомба не заклинание но почему нет ни следа взрывчатки может тут все смыло может быть смотреть по течению то ушло она куда-нибудь вот сюда так и если судить потому что здесь вообще может водиться учитывая что это канализация я думаю нам с вами нужно вложить масло от трупоедов ну лишним не будет куски труп какой же был взрыв если они до сюда долетели ну да без антидота туда лучше не лезть понял тут у нас что не сюда тоже лучше не лезть я так понимаю а я-то думал ведь мачиликс через такую решетку ни хрена не протолкнешь через это тоже к пруду через такую решетку ни хрена не протолкнешь так любопытно вон там что-то вводится антидот надолго в принципе о нет только не вы но это я короче удачно сделал ну конечно ну конечно но По одному, как видите Никакой угрозы Я даже наглеть опять начинаю Но между тем Толпой Опасные твари Так, хорошо Удачно Я же по колено провалился Давай посмотрим, что у нас тут Вот это шипение Они про это шипение говорили, нет? Тут вроде как больше ничего Хорошо Слушай, они просто прут и прут Ты посмотри Они явно что-то хотят Эй, я же отпрыгнул Странные звуки Я бы сказал, они просто странные Они какие-то Какие-то стрёмные Хорошо, где там твой торпеды С которым ты пошел Он определенно шел туда А вот Вот и он Это бугай, о котором говорил Дикстра Так, ну-ка давай Берем пока все там, разберемся Об этом Дикстра не говорил Значит, он из команды Лютика Здесь повсюду блевотина Видимо, он тоже выпил антидот И тоже не смог его удержать То есть у нас тут Еще одна блестяшка Иначе утопцы так и будут сюда сползать Так понял Может, теперь утопцы Пойдут пировать в другое место Дэнт квас, я так понимаю, надо мной То есть Выстоятельный знак Просто Вы же мне напишите Я знаю Вот такие Две с половиной минуты Нормально Это место у меня просто какое-то чувство дежавю Прям напоминает Ого Напоминает Сив Игру Помните? Донышко сосуда Покрыто рунами И оплавлен Возможно взрывом Должен быть осколок бомбы Пахнет как Масло гиверное И Крамель Больше я тут ничего не узнаю Пора возвращаться к Дикстри Сейчас, сейчас, сейчас Погоди Тут интересно Посмотреть хоть что На самом деле Все не так страшно Как я думал Я думал Будет страшнее Но вот еще один крутой Интересный квест Который по сути Тоже Необязательный Это хорошо Я надеюсь он мне заплатит Как-нибудь нормально Там Ну тут вот что такое Было у нас Или не тут Вот тут вот С высоты я видел А, вон оно Ну то есть я видел Снизу Но упали Не поддается Так, хорошо Ладно Уходим Успею, да? Землю Звуки странные Реально Подожди Стоп Машина Не просто странные Я бы даже сказал Стремные Не то что за минуту Вообще По-быстрому успели Так, хорошо Ди экстра Ты там где? Нет Выход у нас тут Неплохо-то, да? Круто Черешня Я так понимаю Баня закрыта На неопределенный срок Потому что Когда мы сюда пришли Тут было так круто А теперь тут Че-то как-то пустовато Подожди, секунду Ладно Хорошо Видимо Мы пройдем Вот все Все Понял Я не то хотел Я хотел поговорить С Евнухом Не хочет Евнух Со мной разговаривать Судя по всему Ну и ладно У тебя есть, миловка? Да Чего ты хочешь? Эээ Ну, вроде как Закончил Я уже облазил Все каналы Вокруг сокровищницы Ну и как? Что ты узнал? Я нашел тело Одного из воров Его стошнило От антидота Как этого твоего Фонса Прекрасный смерть У него было что-нибудь при себе? Ничего особенного Пустой флакон Будь он важной персоной Его бы так не бросили Значит, обычный носильщик Такие ничего не знают Мертвый след Буквально Похоже, стену сокровищницы Разрушила бомба Посмотри Дно серебряного цилиндра Покрыто рунами Интересно Знаешь, что было внутри? Я угадал часть компонентов По запаху Масло виверны И сахар Сахар? Геральт, у меня нет настроения Шутить Я не шучу Говорю, как есть В бомбе был сахар Подумаем Сахар бурно реагирует Серной кислотой Но не так быстро Чтобы вызвать взрыв Бессмыслица Не знал, что ты разбираешься В алхимии Вкусил немного В Аксенфуртской академии Но сейчас не время Для воспоминаний Ты казну мою ищешь А не биографию составляешь Узнал еще что-нибудь о бомбе Бомба взорвалась в трубе Которая выходит из стены Рядом с сокровищницей Но сточная решетка В момент взрыва Была на месте А значит Заряд подложили изнутри Точно Я думаю, что было так Кто-то вошел в баню Спустил воду в одном из бассейнов И бросил цилиндр в сток Бомба прошла вниз Застряла у решетки И, как говорит Барт Большой бум Надо понять В какой сток бросили бомбу Это единственный Перспективный след Верно Гопен ведет Книгу посетителей Так что мы поймем Кто был в бассейне В день нападения А ты неплохо поработал Благодарю за признание А, твоя знаменитая ирония Мне так ее не хватало Неужели? Ага Как гвоздей в исподнем Ну ладно Ты осмотри бассейны справа А я возьму те, что слева Позови меня Если что-то найдешь Хорошо Так, я смотрю Значит за этим бассейном Понял Здесь искать нечего Понятненько Ага Смотри, что это такое Ой Ты только как мах Куда ты залез? Что-то тут плавает Масло Геральт Вылезай Вылезай Геральт Пожалуйста Я тебя прошу Так, хорошо Допустим Масло Серебряная крышка Похоже От цилиндра В стоке Дейкстра Иди-ка сюда У него что Нашел сразу Круто Есть что-нибудь Ага Фрагмент бомбы Гопен Спускай в воду Из четверки И тащи сюда Книгу посетителей Раз-два Кстати, ты уверен в гопене? У него доступ к гопеням Круглые сутки И он мог подслушать Где ты держишь сокровища У гопена Много недостатков Он напыщенный павлин Временами ведет себя Как настоящий хер Как бы это ни звучало В его отношении Ну да Он же явно Абсолютно верен Откуда такая уверенность? Ведьмак должен разбираться В чудовищах А шпион В людях Филиппе Эльхард Ты тоже когда-то доверял Да Но я не вытащил ее Из коверской тюрьмы В ночь Перед казнью Посмотрим Что тут у нас на дне Решетка из стока вынута Значит сюда и бросили бомбу Гопен Кто был в этом бассейне В день ограбления? Поглядим Бертольд Хайнц Городской советник Йозеф Швейк Генерал И Марграф Хенкель Хенкель? Быть не может А почему? Почему нет? Старик принимает Земляные ванны С самой зимы Вот уж кого тут не могло быть В день нападения Он умер? Я и не знал Ничего удивительного Достопочтенный Марграф Склеил ласты в бордели Одетые в кожаные шмотки Так что семья Похорон не вижу Понятно Но я-то свое дело знаю Однако же я видел его Вон и злополучный день Своими глазами Господин Ройвен А ты с ним разговаривал? Присматривался к нему? Нет Он прошел мимо Иными словами Ты видел не Хенкеля А кого-то Кто под него сработал Подумай головой Тебе же яйца отрезали А не мозги А ты, Геральт, займись этим Повежливей, пожалуйста Я тебе не мальчик на побегушках Прости Я до того привык командовать Что я не замечаю этого Ладно И с чего начинать? Зайди в дом Хенкеля Это такой запущенный каменный особняк Юг от главного рынка Ловчила, которого мы еще мог оставить Там какие-нибудь следы Ну, бегом Понятненько Короче, просто офигенный детективный квест Люблю такие И, собственно, на этом давайте мы с вами будем на сегодня заканчивать Так что вы сегодня толкаетесь? Это же пипец какой-то Короче говоря, в следующее пойдем по этому следу Сначала займемся этим делом Потому что оно грозит быть очень интересным Ну, как бы там ни было Не знаю Криминальные разборки Это всегда хорошо Я думаю, что в итоге это приведет нас к интересному Но как и что Собственно, увидим в следующей серии Надеюсь, вам понравилось С вами был Астур Всего хорошего Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok